Труппа из 40 человек дорабатывает последние штрихи. До премьеры осталось всего две недели. Довести каждое движение до автоматизма задача непростая. Но по-другому великую комедию Шекспира не исполнить. Сон в летнюю ночь впервые ставят не в классической манере, а это значит затянутых шекспировских симфонизмов не будет. Танцоры уходят от канонов балета кантемпу, модерну и неоклассике и признаются, приходится ломать себя. В первую очередь мы классический балет. И каждый день мы перебарываем себя, ломаем свое тело, пытаемся как-то координировать и менять себя, потому что современная хореографика это совершенно другое. новая пластика. Если мы в классическом балете, у нас все строго по канонам, то здесь совершенно все по-другому. Все эти каноны мы фактически забываем. Из балетной классики этим артистам нужно сделать настоящий модерн. По задумке режиссера и балетмейстера на сцене объединили сразу несколько жанров. Решили соединить несколько жанров. У Медельсона изначально прописан оперный голос, хор и плюс солисты. Но здесь мы еще решили больше пойти в эксперимент и добавить просто текст шекспирова, который будет читать наш солист хора. При этом хор будет не за сцены, а на ней. Более того, будет одним из действующих лиц. Удивлять планируют не только необычными танцами, но и костюмами. Но балетных пачек в этой постановке не будет. Одежда строго соответствует задумке. Яркая, эпатажная и экстравагантная. Раньше такого еще не было. Один плащ, 50 метров ткани ушло. Значит, у него одна часть черная, одна сторона, вторая сторона красная. Он такой двусторонний и будет трансформироваться вообще. Вот эта вот деталь, которая надевается на шею, тоже очень много пошло сюда тканей. Это фатина, многоцветие такое. Ну, в общем, это праздник, это сон. Все происходит во сне, поэтому все немножко такое нереальное. Что получится из долгих репетиций труппы, вы узнаете уже 15 и 16 ноября на сцене театра оперы и балета. Сон в летнюю ночь специально ставят дважды, чтобы все смогли насладиться этой постановкой. Екатерина Лестратова, Вячеслав Батоев, Новости дня.